Поехали! Продолжаем разговор. Авторассказительница Любава Живая в течение полутора часов нам эту тему излагала. Так, доклад развернутый оказался. И пришло время нам с вами переходить ко второй части нашего эфира. Вопросы и ответы. Вопросы, напоминаю, мы брали из чата, который находится на сайте slavradio.org. Дальше в гостиной чат беседка, беседка чат. А также мы эти вопросы брали из нашего канала youtube.com. Итак, вопросы больше не принимаем. И приступаем к разбору того, что у нас уже поступило. Русь-ведическая реплика в эфир. Аркона – это земля рода. Если нет желания как-то комментировать, идем дальше. Вопрос в эфир. Ты уже на него ответила, но все-таки зачитаю. Вдруг какие-то там уточнения появились. От Солнца. Любава, здравствуй. Откуда есть пошло название Аркона? Есть созвучные слова названию Аркона. Например, Аркаим, Аркантанная и так далее. Аркатанная и так далее. Что означает название этого древнего города? Благодарю. Ты уже ответила в начале в самом. Но если вдруг есть желание что-то добавить, то можешь добавить. Или дальше пойдем. Я думаю, можно дальше. Понятно, я думаю. Я несколько раз говорила об этом. Хорошо. Виталий Микеров, вопрос в эфир. Чем величие Арконы? В чем величие Арконы? И в чем проявляется духовный оплот Руси? Благодарю за ответ. Благодарю, Виталий, за вопрос. На самом деле мы проговорили о том, что величие Арконы именно в том, что у неё в этом городе сохранилась традиция и древние дары предков, но хранились традиции и древние дары предков, канав мироздания и дар ведания праве. То есть ни с чем, скажем так, несравнимый дар. По ценности своей я даже не представляю, что может быть ценнее на земле, чем возможность ведания родных богов. И Арконы — это город, в котором родные боги напрямую учили людей, как жить счастливо. Но как бы это самый лучший вид учительства и водительства, потому что ни один учитель тебя не может видеть в 24 часа 7 дней в неделю. То есть родные боги видят тебя и днём, и ночью, и постоянно с тобой. Прибывают, направляют тебя, дают комментарии, скажем так, и веду о твоих поступках жизненных. Происходит анализ, скажем так, прожитого жизненного пути в колодарные праздники. Происходит ежедневное водительство богами, начинающееся с того, что пробуждаясь на расцвете, люди принимают от родных богов, что они должны сделать в этом дне для того, чтобы приблизиться к своей цели, к выполнению предназначения для рода батюшки, что сделать нужно. Закладывают творящие образы на день, накладывают на них знаки живые и, соответственно, проживают этот день, постоянно корректируя свои действия с родными богами, вовремя и с божественной точки зрения реагируют на те испытания, которые есть в каждом дне, проводят вместе праздники, пребывают с богами в единстве, соединяются с ними, а также проводят различные славления, молитвенные практики, колословы и так далее. То есть полностью живут с родными богами в течение дня, и потом по окончанию дня подводят итоги с родными богами о том, что удалось в этом дне, что не удалось. Таким образом, скажем так, учатся, осознают свой день не после смерти, а сразу же непосредственно имеют возможность в следующем дне что-то исправить. Вот это то, в чём проявляется, скажем так, величие Аркона, возможность жить и идти путём с родными богами. Это то, что арконцы передавали в веках из поколения в поколение и другим, скажем так, славянским общинам. И это была школа жизни, так называемая школа счастливой жизни. И духовный оплот Руси — это значит то, что это место, может быть, я не до конца хорошо выразила эту мысль, а хотела, так что я благодарю за вопрос. Это место на Земле, место силы, в котором исторически, скажем так, летописно сложилось так, что проживали наши предки и наработали канал общения с богами. Наработали, скажем так, на Земле такое место, источник высокой духовности. Это была как звезда. И эта звезда светила, потому что не один человек где-то в одном месте общался с богами, а это был целый город. И даже, можно сказать, эта традиция распространялась на остров, просто там почитались, скажем так, другие немножко аспекты, другие боги, а не Свентовит. Вот Свентовит — это свет рода на Земле, и этот свет рода на самом деле светил всей планете Земля. Вот этим она и оплот. И возродить Аркон — это значит возродить духовность на Руси прежде всего. То есть найти такое же место, этот источник, создать, потому что всё-таки, конечно, Аркон — это не место, это люди. Люди, связанные с родными богами, которые живут в каком-то определённом месте. И создать такой же маяк — это вот замысел рода для выхода планеты Земля из тупика. Стеша А. Вопрос эфир. А сейчас сохранились ли книги, рукописи об Арконе? На самом деле что-то сохранилось, скажем так, в небольшом количестве, какие-то остаточные отрывки, сведения того же Саксона, грамматика, который путешествовал. Но опять же это определённый взгляд со стороны, потому что это то, как понял какой-то человек что-то, то, что он увидел. А то, что на самом деле, то, что там существовало, это сохранилось не в летописях и не в рукописях, это сохранилось в родовой памяти. И каждый человек, я не буду говорить, что каждая душа, которая воплощалась в те времена, так или иначе, на Арконе, она может возродить это из своей родовой памяти с помощью духовных практик, медитаций, попасть и посмотреть, как на самом деле это было. Русь Ведическая, вопрос в эфир. Почему оттуда ушли люди, ушли и сожгли? Странный вопрос. Даже затрудняюсь ответить, но я пойму этот вопрос по-своему. Хорошо. То есть Аркону сожгли, потому что она служила как бы бельмом на глазу. То есть если вы вспомните исторический какой-то был период, то, скажем так, это был расцвет христианства, и оно насаждалось, и Аркона была как раз той духовной столицей, которая не позволяла полностью искоренить нашу славянскую ведрусскую традицию наших предков. И как бы все битвы были неуспешными, и походы на Аркону никак не удавались, никак не получалось её завоевать. Арконцы были достаточно устойчивы, и поэтому люди не ушли. Люди в том-то и смысл, что они стояли до последнего и защищали свою землю. Хотя, скажем так, у них наверняка были другие возможности. И даже когда совершилось предательство, и, скажем так, преданные были Арконцы руянами, и Яромир, который поправил тогда руянскими общинами, он признал то, что он побеждён, и признал своё подданство Вальдемору, и тем не менее Арконцы, несмотря на это, стали биться и защищать свой город. Аркону сожгли, и никто оттуда не ушёл. Все погибли там. Это место, на самом деле, в памяти наших предков, подвига наших предков. Идём дальше. Вопрос от Анжелы. Почему мы видим большие здания, а людей больших нет даже на картинках? Куда делились большие люди? Я тут пропущу, пожалуйста, этот вопрос. Не понимаю, о чём он. Пропускаем. Идём дальше. Александр, вопрос в эфир. Получается, сарконы Шаолин срисовали. Благодарю. Да. Ну, то есть не то, что срисовали, а в том, что… Ну, мы же знаем о том, что наша ведическая культура славянская, она стала частями вошла во многие другие традиции и религии. То есть, в принципе, на Земле не существует ничего, кроме нашего славянского ведруйского родного. Просто как бы люди, разные народы, ну, как бы приближены к своему менталитету, как-то по-своему окрасили и изменили эту традицию. Что-то частично потерялось, от чего-то оторвали большие куски, что-то там сохранилось более полно. Но, тем не менее, это всё и есть одна наша ведруйская традиция. Далее Русь Ведическая тебе вопрос задаёт. Откуда взяты материалы? Ну, на этот вопрос я уже отвечала. Костя, могу ещё раз ответить, что в интернете есть небольшое количество статей, они, в общем-то, друг друга копируют. Об Арконе. И там сохранены какие-то выписки из летописи, из аксонограмматики. Мы пробовали искать какую-то информацию на немецком языке, но, в общем-то, нашли то же самое. А большая часть именно о духовности, то, что я рассказала, это взято из духовной практики, из ладования, из похода в прошлой жизни и, скажем так, из личного духовного опыта, полученное с помощью ведания от родных богов и предков арконцев. Хочу немножко комментарий сделать. Не являющиеся научным, я соглашусь с этим. Тем не менее, скажем так, другого у нас нет. Хорошо. Радослав задаёт вопрос. Здравия! Как в наши дни, учитывая современные обстоятельства, образ Арконы может помочь создать гармоничную и счастливую жизнь на Земле? Благодарю за вопрос. На самом деле, образ — это то, в чём заложена очень большая сила, которая может вдохновить людей. Не буду цитировать какие-то из Библии вещи, не хочу. Просто скажу о том, что первоначально всегда идёт образ, а потом уже происходит материальное творение чего-либо, и без образа творится только безобразное. Вот образ Арконы — это тот самый маяк, скажем так, жизни духовной, которого у нас сейчас нет. В принципе, на Руси нет ничего подобного, сейчас не создано. И это является большим упущением для славян. Потому что, ну вы знаете сами, что большинство людей, которые ищут духовную силу, они едут или в Индию, или в Непал, или ещё куда-то там, в восточные страны, для того, чтобы там постичь эту мудрость. Но вот интересно, когда смотрела видео о женщине, которая тоже так же искала мудрости, поехала в Непал, и там встретила как раз монаха, который сказал, «Так мы вас ждём. Мы ждём, пока славяне проснутся, и по нашим преданиям они должны принести нам веду снова». То есть они уже привыкли к тому, что славяне им приносят веду, и как бы даже записали это в традицию. И ждут, пока славяне проснутся, пробудятся, получат эту веду и принесут другие народы. А мы всё продолжаем как бы ездить туда. Вот как говорит Жива Матушка, я её осмелюсь процитировать, она говорит, что лучшее путешествие сейчас — это путешествие в своей прошлой жизни за духовной силой. Поэтому, скажем так, образ Архоны может непосредственным образом создать гармоничную и счастливую жизнь, потому что когда есть этот образ, есть к чему обратиться. То есть мы обращаемся в это место, к этому источнику силы. И на тонком плане за этим стоит, на самом деле, большая мудрость, большая сила родных богов и предков. Это наша родовая память. Нам есть что вспомнить, и это наши корни. И, соответственно, это то, что питает наше древо, из которого без питания ничего не растёт. А подпитанное, скажем так, и удобренное, оно может давать плоды. Не могу удержаться, прочитаю из чата. Прямо сейчас. Андрей написал Чернов. Яша, 29. Алексей, 28. Александр, 18. Даниил, 13. Святослав, 7. Мои сыновья. Вот это достойное уважение. А мы идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Почему многие события прошлого имеют очень похожую внутреннюю структуру, последовательность развития, бытия и краха? Почему так? Потому что карма. То есть мы это как раз с вами обсуждали в течение передачи, что есть кармическое повторение как в жизни людей, так и в жизни народов, и даже в жизни в каких-то циклах Земли. И мы постоянно с этим сталкиваемся. И если у нас нет вот этого, скажем так, духовного остова, ведущих высокого уровня, которые могут ладовать человеческую карму, то, соответственно, человечество постоянно с ней сталкивается. И сталкивается каждый человек. То есть мы не можем найти разрешение некому искать этой кармы. Из-за нас это никто не сделает. И мы постоянно вынуждены крутиться в этом коле. А суть именно ведущих, они там не просто так как бы жили, они постоянно ладовали карму человечества, они анализировали какие-то события и могли на основании этого предсказывать будущие события. Потому что мы знаем, что все явления взаимосвязаны друг с другом. И, соответственно, мы, попадая в какое-то из кармических событий, можем там очень долго крутиться, если не знаем достоверно, как выходить. Мы можем там искать, можем там прозябать, искать варианты, выходы. Можем прозябать, а можем чётко знать, как надо выходить. Так вот мы вошли и вышли, потому что кто-то нам проложил пути. А если нет тех, кто прокладывает эти пути, то человечество так и продолжает крутиться в этом кармическом поле. Поэтому выходом и есть как раз вот этот образ Архоны, который позовёт за собой те души, которые пришли с таким предназначением. И этим душам, конечно же, придётся. Они родились здесь, в этой жизни, в этом явном мире. Многие там порастеряли свои волшебные способности, потеряли мировоззрение благодаря воспитанию. И им ещё придётся расти, самим очищаться от того, что там было натворено за время неведания. И взращивать свою силу. И рано или поздно всё равно придётся приходить к тому, что объединяться и начинать выполнять вот эту вот задачу, скажем так, кармического ассимизатора, как я её называю, как бы очищать человечество от кармической грязи, решать эти задачки. То есть Вселенский унитаз подготовлен. Идём дальше. Владимир Азмытищ классику свою запускает в ход. Он всем задаёт одинаковый вопрос от себя. Что значит утверждение, что то, что снизу, подобно тому, что сверху, малое, подобно большому? Ну как я в контексте нашей передачи понимаю, что вопрос идёт о том, что то, что внизу, то и наверху, а то, что вверху, то и внизу. И, соответственно, я так думаю, что есть некий намёк на то, что в других мирах, как бы параллельных нашей реальности, тоже не всё так благополучно. И на самом деле наша Земля, Мидгард, она как раз является Срединным миром. И в этом срезе как раз идёт основная духовная борьба, чтобы то, что внизу, не полезло туда, где вверх, соответственно. И наши отходы и токсины, как видно на тонком плане, начинают уже распространяться по другим мирам, скажем так, проникать в них. А планета не переваривает свой негатив, не умеет этого делать и, может быть, даже не знает о том, что это делать нужно. Но я имею в виду планеты не как дух, а как сообщество людей. И каждый человек не отдаёт себе отчёт о том, что когда он сотворяет этот негатив, всё это куда-то девается, где-то накапливается. И должен быть кто-то, кто потом это как-то разрулит и очистит. Поэтому процессы негармоничные, конечно же, имеют начало не только у нас и идут в других мерностях. Но все эти процессы являются частью жизненного цикла, скажем так, младенчества и взросления. То есть из этих процессов, которые совершенно естественны, люди не растут духовно, не развиваются. Наша планета является школой жизни, мы это все прекрасно знаем. И каждая душа приходит сюда с большой радостью, потому что хочет здесь вырасти. И в других мирах, скажем так, в более благостных и счастливых, там нет столько возможностей для духовного роста, сколько здесь есть. Поэтому ругать то, что здесь происходит, как бы нельзя. А борьба, конечно, внутренняя, она идёт и в других мирах. И подобное есть и в других мерностях. Это правильно. Анжела, вопрос эфир. Если наши предки так верили в богов, волхвов, то кто тогда построил Питер и другие технологичные города? Ну, честно говоря, не очень вижу взаимосведия в этом вопросе, не очень его понимаю. Связь между богами и Питером, да, что общего ворона и письменного стола. Ну, если не видишь, то можно дальше пойти. Можешь свою версию выдвинуть. Ксюша Ф., вопрос эфир. Раньше, что разные люди жили, одни строили большие дома, дворцы, а другие были волшебниками и верили в богов. На городскую тему всё тянет людей. Да. Ну и сейчас, в общем-то, живут разные люди. Одни строят дачи и покупают машины, другие живут в храмах и молятся богам. То есть ничего не изменилось со старины совсем. Просто у людей разное предназначение и разный уровень духовности. И, скажем так, одни люди принимают то, что есть, скажем так, что даёт среда, а другие с этой средой не соглашаются и создают свою среду. В общем-то, в этом разница. Чем больше у человека способность сотворять свою среду и жить в ней, тем больше у него магических способностей и, соответственно, возможности быть волшебником. Тем больше у него веры, потому что волшебство без богов — это не волшебство, это, скажем так, немножко другое. Это чёрная магия. Но вот так. Ну раз так, идём дальше. Горловое пение. Как вы определяете, что есть замысел рода? Хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что поэтому у человечества наверняка и самые большие разногласия. То есть каждый считает замыслом рода что-то своё. Но, конечно же, я считаю как здравомыслящий, как я считаю человек, что замысел рода — это то, что он замыслил, помыслил для нас и то, о чём он сказал. Я просто понимаю, что не все люди общаются с родными богами и не могут принять замысел рода и осознать его и понять в полной мере в силу того, что, допустим, даже ещё не встали на путь духовного развития. Но общение с духовным миром так или иначе у человека происходит. В любом случае, как он начинает идти этим духовным путём. Это начинается, как правило, с астрала и общение, скажем так, с какими-то низковибрационными сущностями. Но если эту тему грамотно обходить, понимать, что там происходит, то на общение так или иначе люди выходят, потому что боги в этом заинтересованы. Они хотят доносить замысел рода и помогают людям, тем, которые стремятся этот замысел рода познать, его, собственно говоря, познать и понять. поэтому тут могу ответить простой фразой. Чтобы определить замысел рода, надо поговорить с родом и спросить у него. Но это ответ очень сильном приближении, потому что в общем-то понять и постичь замысел рода, даже если ты очень долго идёшь этим путём и как бы прошёл немало испытаний с богами, понимаешь, идёшь на одной ноге, всё равно не так просто, потому что он слишком многогранен и многомерен, он не укладывается в нашей голове. И здесь есть некая, скажем так, возможность двигаться небольшими шагами, то есть постигать замысел рода в аспекте выполнения своего предназначения. То есть, может быть, весь сам глобальный замысел мы познать не можем, но то, что человеку точно дано, это понять, зачем он сюда пришёл. И об этом, в общем-то, надо и молиться, и просить у родных богов, именно показать своё предназначение. Хорошо, далее следующий вопрос от Горлового пения. Я думаю, что уже все поняли, что Аркона — это супер, и там мега-боги, и гипер-войны. Сейчас-то какое практическое применение этого всего? Кто-то из ныне живущих может то, что могли предки в прошлом? Ну вот, суть в том, как раз, что это нужно возрождать. То есть во Вселенной всегда существует возможность развития, и если у нас в прошлом, скажем так, что-то было, и мы что-то могли и умели, это хранится в нашей родовой памяти. И значит, что эти способности можно развить. Об этом надо хотя бы вспомнить, хотя бы для начала. Во-вторых, надо устремиться к этому, пожелать, чтобы это возродилось. А в-третьих, принять, какие есть возможности для достижения этой цели, то есть составить план развития и пути к этой цели, и потом, соответственно, его методично воплощать в яви. И таким образом можно к этому прийти, желательно при этом объединяя людей, объединяясь людьми, которые тоже идут к этой цели, потому что достижение цели коллективно гораздо проще и легче. И практическое применение самое прямое. То есть это помощь в том, чтобы человечество стало счастливее. Потому что ни для кого не секрет, что не все могут сейчас, даже далеко не все могут сказать о том, что они живут счастливо. Есть много материальных благ, но счастья это людям не приходит. Любовь кратковременная и так далее, и всё равно рано или поздно сталкивается с тем, что он начинает искать в веду о том, как же наладить свою жизнь, какое же мировоззрение должно быть правильным. И предки нам всегда говорят о том, что наш этот уровень — это не идеал, это то, через что человечество сможет пройти, вернувшись к первоистокам, осознав вот эти мегабоги, гипервойны и так далее. То есть что-то ценное для себя и пойти дальше, то есть оттолкнувшись от этого опыта, который же был у наших предков, открыть себе новые горизонты. Я вот думаю, что нам долгое время внушали, что мы никто и звать нас никак, и что у нас предки были свинята подзаборные, и ничего-то у нас не было в прошлом, вообще ничего. Вот у других было все. И культура была, и знания были, и они там чем только не занимались, что только не запретали. А вот наши предки так, свинята подзаборные, там где-то в грязи ковырялись, хорюкали, ну и об забор чесались соседа. Так вот, человек, который не понимает своего прошлого, не ведает своего прошлого, не знает, кем были его родичи, а, как известно, боги — это предки наши, то в этом случае тогда он не имеет своего будущего, потому что будущее будут ему рисовать те, которые называли его предков свиньями. Они будут рисовать такое прошлое, которое выгодно им, а не нам. И в этом случае мы опять будем находиться рядом с большой лужей и похрюкивать, потому что поверили в том, что наши предки свиньи, и мы, значит, свинята. Так вот, пришло время отложить стороночку эту теорию и разобраться, а кто же были наши предки. И, как ты правильно сказала, если хотя бы приходит осознание того, что что-то не так, человек начинает задумываться. Если он задумывается и понимает, он начинает действовать, разбираться, восстанавливать прошлое. И когда он восстанавливает прошлое и понимает, что его предки очень достойные и великие люди, то в этом случае он хочет им соответствовать. А если он понимает, что его предки это не просто люди, а величайшие творцы во Вселенной, то тогда, хочешь не хочешь, он будет не просто задумываться, а будет этому следовать, развивая те возможности, которые в нем сейчас заложены, о которых он даже не подозревал. И, естественно, своим детям он будет давать не свою глупость, а будет давать то, что сделает их еще лучше. Вот мне кажется, для этого надо понимать, кто мы, откуда мы и зачем мы. И со временем вернется то, ради чего мы живем, ради чего мы пришли на эту землю. И будут наши предки нам рады. И наши потомки будут говорить, какие у нас славные были предки, которые восстановили то, что когда-то кто-то потерял. По каким причинам, пока не говорим. Идем дальше. Горловой пене продолжает тебе задавать вопросы. Будем объективны. Когда-то славянские боги проиграли христианству. Сила богов подпитывается людьми. С чего вы решили, что сейчас они смогут победить и пробиться через мировые религии? Вопрос, конечно, интересный. Я бы не сказала, что боги проиграли христианству. Боги никогда не проигрывают. Это, в принципе, не та весовая категория. Проиграли люди. Скажем так, а боги с этим согласились. То есть наши предки в какой-то момент времени получили хороший урок, который пришёл через христианство. И сила богов, несомненно, она подпитывается людьми, но люди делают свои выборы. И в моменты, скажем так, провалов и каких-то страданий любые люди не застрахованы от того, что они могут не роптать на богов и не обращаться к ним, скажем так, не сдаваться и так далее. То есть не сдался, то есть не проиграл тот, кто не сдался. И если наши предки не сдались, а они не сдались, они погибли, защищая свою Родину, но не сдались. И сейчас они как раз имеют возможность поэтому возродиться и победить, потому что тогда они не были побеждены. И богам, в общем-то, нет никакого резона пробиваться через мировые религии. Они выше этого гораздо. И тот, кто хочет, тот это увидит. сейчас мы знаем, что просто есть циклы определённые. Сейчас наступает светлое время, приходит рассвет, и с каждым годом, в общем-то, с каждым десятилетием победа сама приближается и приближает нас к родным богам. Всё больше и больше идут этих процессов в обществе. Мы это видим в своём окружении, я думаю, что каждый из вас видит. Поэтому духовности становится больше. Почему это сейчас не так проявлено на уровне государства? Потому что самая сильная тьма перед рассветом. И это тоже закономерные процессы. Сейчас идёт момент преодоления. Этот момент произойдёт и боги не пробьются через мировые религии, а просто люди поймут, что религия не удовлетворяет их потребности в познании и не укладывает истинную картинку жизни. И главное самое, она не позволяет жить счастливо, то есть не приводит к счастливой жизни. И станут сами искать что-то ещё. И когда люди обратятся, скажем так, как Алексей только что сказал, начнут задумываться, начнут задавать вопросы, то они получат от родных богов ответы. И соответственно будут иметь возможность действовать. Ты знаешь, мне кажется, в данном вопросе сквозит такое непонимание того, кто такие боги вообще. В данном вопросе или библейский подход. Вот нарисовали какого-то дедушку на облачке, который всем почему-то мстит, всех почему-то наказывает, поступает как с какими-то скотами в случае чего, может всех потопить, сжечь или же какие-то боги в искаженной придуманной греческой мифологии. Потому что греческая мифология это исковерканное, изничтоженное на основе чего-то древнего, приниженное. И нам привязывают так называемый пантеон богов полусумасшедших, которые друг друга убивали, травили, рубили, предавали, изменяли. Это все приписывают как будто бы славянским богам. Это не славянские боги, это человеческие мерзости, возведенные в ранг богов, потому что другого уже представления кое-кого не было. Или наоборот, нужно было представить это как будто бы древние боги. На самом деле, те, кто создавал вселенные миры, у них намного более интересная жизнь, и там все несколько по-другому происходит. И нам как наследникам этих великих богов стоит быть похожими на них, учиться, творить, созидать, создавать, чтобы самим когда-то начать творить что-либо подобное их великим творением. А нам почему-то приписывают какую-то смесь между Грецией и христианством, упрощенное что там, что там, да еще с добавленными кучами пороков, и говорят, вот такие ваши боги. это не наши боги, это может быть ваши боги, но не мои это точно. Поэтому не надо мне приписывать того, что не мое. Если вы этим довольствуетесь, оставьте себе, я не против того, чтобы это были ваши боги, чтобы они кому-то там проиграли. Христианство это то, что было искусственно создано. Если люди опустились до низкого уровня, то христианство просто-напросто им было по плечу. измельчали людишки-то. Довелись от такого. А при чем здесь проиграли боги? Как себе можно представить проигрыш богов? Те, которые создавали вселенную. Можете представить? Христианство восславляет бога Яхву, тот, который создал какой-то народ, чтобы этот народ ползал на коленках и его благословлял, его умолял. Потому что он своему отцу, который создавал вселенную, сказал, меня тоже будут превозносить. Но только отец сказал, у тебя нет любви. Ко мне обращаются по любви, я создавал по любви. У меня нет здесь ни страха, ни мучений. А у тебя любви нет, ты будешь строить все на других уровнях, на других понятиях. Он говорит, ну я же имею право. Ну ладно, хорошо, создавай. И он создал свой мир, создал этих искусственных товарищей. И им в голову вложил страх, чтобы они не любили, а страхом жили, преклонялись перед ним, поносили его, но не вниз в смысле, а вверх превозносили. Какой он великий и так далее. И вот задача его это было привнести. Это первое. Во-вторых, а никто себе в голову-то так не заглатывает то, что есть этап обучения, а есть этап практики. Ну почему так примитивно-то рассуждаете всегда? Вы великие, жрецы, волхвы, учителя, гуру, почему так примитивно-то? Человек, который пришел учиться, ему создаются условия, где он будет что-то постигать, но потом, прошу прощения, практика начинается. Если он учился стрелять, то в этом случае наступает момент, когда эту стрельбу надо показать. Его вывозят в поле, оставляют там, ставят мишени какие-то или ловушки или что-то еще. Выживай давай, стреляй. Кто-то учился вот это делал в школе, сидя на лавочке, за столиком. Процесс обучения прошел, потом вывозят поле, говорят, теперь давай здесь. И эти моменты обучения и практики, эти эпохи обучения и практики сменяют друг друга. Вы что, не можете себе это представить? Неужели так трудно это себе представить, что есть обучение, а есть практика? Почему вы думаете, что те, кто погибает, это проигравшие? Но это и есть как раз христианский подход, о котором здесь потом дальше будет написано в арамической религии. Умер, значит проиграл. Да это был путь воина, которому необходимо было выстать до конца и показать, сколько он сможет в этой жизни после обучения выдержать. С одним биться, победить или проиграть? С десятью биться, победить или проиграть? С сотней биться, победить или проиграть? С тысячей? И вот этим измерялся уровень этих людей. Кто здесь проиграл? Или вы считаете, что жизнь конечная и здесь, когда тело умирает, все, все заканчивается? Смерть пришла и все, лапки кверху? Нет, ошибаетесь. Это только был экзамен и переход в новый уровень. Game не over, game только продолжается. Поэтому я удивляюсь, когда высокоразвитые, как им кажется, люди пишут вопросы и даже не задумываются о том, что в их вопросах сквозит то самое, о чем они пишут, христианство и так далее. Представление-то слишком упрощенное. Наша земля настолько велика по сравнению с человеком, что человек для нее пылинка. Наша земля настолько мала для солнца, что это маленький пупырышек по сравнению с солнцем. Наше солнце настолько мало с ближайшими светилами, что оно само пупырышек. И есть звезды, для которых вот эти огромнейшие для нас, для нашего солнца звезды, такие же пупырышки и песчинки. Но это создавали наши предки, наши боги. И как они могли проиграть какому-то христианству Здесь, на этой земле, в этой школе, где условия созданы для того, чтобы обучаться, проходить этапы и заново, если есть необходимость, еще что-то делать. Опять включается свет в классе, опять начинаем заниматься. Отрабатываем то, что не отработали. Кто прошел, пожалуйста, будьте любезны, следующий класс, на новый уровень, или здесь, или на других землях. Чего ж такой примитив-то идет? Вроде бы слушаешь кого-нибудь, разумные вещи говорят. А как вопрос задает кто-нибудь? Удивляешься, с чего вдруг? Прошу прощения, идем дальше. Горловое пение, вопрос эфир. Сказительница, вы про арамические религии рассказываете, арийский подход совсем другой. Заратруста с богами спорил, Геракл с богами соревновался и воевал, и стал богом. Гордость — это хорошо. Я так понимаю, что здесь вопрос стоит, сравнение христианством, речь идет о смирении. О смирении, о гордыне и гордости. Да, смирение на каком-то этапе нужно. И мы, приходя, скажем так, в класс, мы в том числе и проявляем смирение перед учителем. То есть, ну как бы, как мы ведем себя в школе? Мы, соответственно, приходим вовремя с уважением, да, там, садимся за парту и складываем ручки, молчим, не перебиваем учителя и так далее. Это то, что я как бы понимаю как смирение. То есть смирение, которое идет от уважения, от уважения к опыту и мудрости старших. И, в общем-то, этот учитель, конечно, он здесь присутствует для тебя, но и в то же время ты присутствуешь здесь в этом классе для того, чтобы учитель твой развивался. И в этом плане здесь полное сотворчество. И, скажем так, предназначение каждого может реализоваться наиболее полное, если каждый понимает свою роль и своё место. И, скажем так, здесь не говорится, я не говорила о том, что гордость — это плохо. Да, гордость — это хорошо, я согласна. Но гордиться надо тем, что у нас на самом деле есть за плечами. Вот у нас есть за плечами Аркона, и мы можем этим гордиться. У нас есть за плечами ведрухи наши дальмены, предки. Мы можем этим гордиться. У нас есть за плечами, скажем так, испорченная экология и заваленная мусором земля. Мы тоже можем этим гордиться. Я думаю, что это не так. То есть здесь надо задуматься, а стоит ли этим гордиться. И это наши последние творения. И, скажем так, говорить здесь о учениках, которые сейчас на данном этапе находятся в разряде, я бы сказала, двоечников, которые не понимают вообще, что они делают в классе, как зовут преподавателя, и что за предмет они сдают в анекдоте. То есть мы понимаем, что гордиться тут нечем. То есть надо хотя бы вспомнить, кто нас здесь учит, для чего мы здесь живём, для чего мы пришли, какой предмет изучаем в жизни. И, соответственно, когда я сталкиваюсь с таким мнением, оно идёт вразрез немного с нашим видением, с нашей традицией, тем, что в нас воспитывают родные боги, то, что я гордый славянин. Я не подчиняюсь воле никого. Воля у славянина — это самое, скажем так, его большое достояние и ценное. И никто не может мою волю порабощать так или иначе. Но я это воспринимаю в чистом виде, как гордынь. То есть да, по отношению к врагам это имеет место быть, но не по отношению к нашим родным богам, к нашим духовным учителям, к нашим предкам. То есть кто на самом деле, как Алексей только что сказал, мы перед ними. То есть какие дела светлые и славные мы сделали, когда в последнее время, я извиняюсь, уже не на что даже сослаться, как в произведении искусства. Нету картин каких-то потрясающих, как мы видели в прошлом, в расцвете, в Золотом веке. Нет каких-то волшебных произведений, одухотворяющих очень сильно. То есть давно уже, несколько веков, ничего качественно нового, интересного не сотворяется. Мы просто движемся в замусоривании планеты и гордиться совершенно нечему. И сейчас пришли к нам родные боги, и наша естественная позиция, что мы находимся в яслях. То есть они нас начинают учить с самых азов. То есть мы, в общем-то, забыли всё. И о какой, извиняюсь, тут можно говорить о гордости за свои поступки, о каком самомнении и о том, что, скажем так, мы имеем право как-то указывать богам, что нам делать, как нас вести. То есть я вот этого, честно говоря, не понимаю. Конечно, я понимаю это с точки зрения человека, как он думает, потому что сама когда-то пребывала в таком мировоззрении и тоже так думала. Но поверьте, это гордыня и заблуждение. Чтобы встать на одну ступеньку с кем-то, тем же преподавателем в школе, надо хотя бы иметь такой же опыт, пройти путь. И должно быть, что сказать. То есть ты должен на равных быть хотя бы с этим учителем. Если какой-то маленький мальчик, без мудрости, не буду говорить о том, когда он является проводником, он говорит своему учителю о том, что «Да ты что, несёшь? Я-то знаю лучше тебя, но поменяйся с ним местами и просто попробуй сделать хотя бы то, что элементарно могли наши предки делать». И сразу гордыня куда-то денется. Сразу захочешь, чтобы тебя кто-то вёл и направлял. Когда начнёшь идти духовным путём и увидишь, как ты, извиняюсь, мордой лица влипаешь во всю карму, которая у тебя была, и когда тебе боги показывают эту карму, ты её проживаешь, выносишь оттуда истину божественную крупицу, нарабатываешь там какие-то качества, потом у тебя в жизни проигрывается эта карма, и ты снова в неё влипаешь. А поверьте, гордыня сразу спадает. То есть ты понимаешь, насколько ты даже не можешь собственную карму преодолеть, она выше тебя, не говоря уже о твоих родных богах, твоих предках. То есть, ну как бы, конечно, шапка закидательства — это здорово, но это ничего не имеет общего с гордостью за своих предков, за традицию, за связь с родными богами. Это совсем другое. То есть и ничего не имеет общего с христианством, с тем, что мы смиряемся. Ну как бы я уже говорила о том, что смиряться нельзя с поражением, нельзя смиряться со своим духовным рабством, нельзя смиряться с тем, что ты слаб перед воздействием и кармой. Вот с чем нельзя смиряться. А быть смирными перед родными богами, уважать их, я не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, во-первых, что гордость и гордыня — это разные вещи. Гордость — это на самом деле хорошо. А вот гордыня — это уже под большим-большим вопросом, потому что из-за гордыни происходят очень неприятные вещи. По поводу персонажей, которые спорили с богами, так, извиняюсь, есть боги разного уровня, во-первых. Во-вторых, спор ли это был? Может быть, не так описано? Может быть, не те переводы почитали? Может быть, это было общение, доказательство своей теории, своего уровня и так далее, как это делается на экзамене, о котором мы только что до этого говорили. Когда ученик учился-учился, потом он приходит на экзамен и доказывает свою состоятельность, рассказывая какую-то теорию, доказывая какую-то теорему или что-то еще, показывая силу, ловкость, умение, знание. Кто сказал, что это не был экзамен? И что как раз те боги, которые были представлены здесь для того, чтобы принять экзамен, не были теми самыми экзаменаторами? Почему опять такой примитивизм здесь зашкаливает? Про Геракла я сказал. Геракл — это сводный персонаж, который вместе с Грецией выдуман полностью. Даже здесь, в выдуманном Геракле, даже здесь видно, что человек может стать богом, что человек может быть наследником бога. Даже здесь это все проявлено. И поэтому пример настолько противоположный, разгромный для того, кто задает, что здесь даже сказать-то нечего. Геракл был получеловеком, полубогом. И он стал богом, доказав, что он достиг этого уровня через свою жизнь, через те подвиги, которые совершил. Кто сказал, что у человека, наследника богов, нет тех же самых возможностей? Перед ним это закрыто. Неудачный пример. И здесь еще одна реплика пришла. Ну, то есть все вселенные и все остальное были созданы не Аллахом, не Тенгри, не Зевсом, а именно славянским богами. Очень оригинально. Значит, Тенгри в сторону убираем, Зевсу в сторону убираем, а вот про Аллаха скажу. Алла — это все. Аллахим — это Бог. Это «все Бог» переводится так к сведению. В те времена не было разделения славянские и неславянские боги. В те времена был «все Бог». И если мы поймем, чью территорию сейчас занимают арабы, и кто был тот величайший человек, который пытался им донести мудрость от имени «все Бога», называемого Аллахом, то мы поймем, кто создавал вселенные. Вот есть такое понятие «все Бога». Есть его сыновья и дочери. Один из них — сварогг. Один из них — сварогг. Даже не сын, а чуть подальше. Который создавал все видимое и невидимое здесь. Поэтому опять вопрос или не в тему, от незнания, или от гордыни, который желает кому-то что-то доказать, но выглядит это очень несостоятельно. Аллах — это «все Бог». Это одно из арийских измененных названий, которое перешло дальнейшим арабам. Вот и все. Оно было упрощено в арамических религиях. Потом иудаизм, и арабские, и это все смертные семитские племена. Там это все устоялось, зацепилось друг за дружку, там перемешалось и так далее. И потом уже появились вот эти вот башки, которые от своего имени что-то там толкали, кого-то создавали и так далее. Неужели так трудно это понять-то? Не было в те времена каких-то индивидуальных славянских или неславянских богов. Был все Бог, который здесь все создавал. И от него наши предки идут, а мы от наших предков. Я нисколько не против того, что кто-то говорит «нет», что это не так, что у меня были другие предки. Конечно, у вас были другие предки. Это нормально, это хорошо. Это здорово, если вы не считаете себя наследником все Бога. Это отлично. Я же не против этого. Кто-то себя считает наследником змеи, кто-то себя считает наследником бобра, кто-то считает себя наследником папы с мамой, кто-то говорит «вообще богов нет». Я не спорю с этим. Для каждого своя мера, свое восприятие, своя жизнь. Это нормально. Но не надо мне доказывать, в таком случае, если я принимаю вашу точку зрения, не надо мне доказывать, что мои предки свиньи, не надо мне доказывать, что чужие народы, иные народы, более значимые должны быть для меня, нежели чем мои предки. Не надо у меня пытаться забрать то, что мое, внедрив то, что не мое. Потому что, когда вы здесь пишете про какие-то правильные вещи, я их полностью воспринимаю. Про то, что сейчас вот так все не очень хорошо, то, что сейчас задавили налогами, обман везде. Я с этим согласен. И надо из этого вылезать. Через осознание. Через то, что о чем вы пишете. Через силы. Через проявление воли. Это все здорово, я понимаю. Но только этого недостаточно. Это и так у меня все есть. Еще нужно понимать, кто мы и откуда. И не надо у меня это отнимать. У себя вы это отняли, и это ваше право. И нисколько я против этого не возражаю. Но прошу и у меня не отнимать. И не навязывать свою точку зрения. Ну, неправильно, нехорошо. Идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир про Аркона. Написал хорошо Георгий Сидоров в книге «Завещание Никлота». Это последняя была реплика на сегодня. Хочешь, комментируй, хочешь, нет. Можем заканчивать эфир после того, как ты скажешь. Хочу и прокомментирую, или не хочу и не прокомментирую. Я думаю, что я прокомментирую так, что благодарю Павла за то, что он дал ссылку на книгу. Обязательно посмотрю. И хотелось бы подвести итог нашей сегодняшней беседы, поблагодарить тех, кто был с нами и слушал этот эфир, тех, кто еще будет слушать его. Хотелось бы закончить эфир стихотворением об Арконе и Святовите, которую я приняла от родных богов и предков и песней о Святовите. Надеюсь, что это будет удачное окончание эфира. Хочу поблагодарить всех, кто был с нами, и вел эту передачу Алексея Орлова. Хочу поблагодарить родных богов, которые с нами были, ставили защиту и покров, давали веду наших соратников, единомышленников, которые находятся рядом с нами за участие в передаче, невидимое участие, но большую поддержку. И благодарим Славянское радио за то, что оно существует и дает возможность давать людям веду стихотворение. Бой кровавый, неудачный, и редеет война в строй, и Арконский град захвачен, пован трудной судьбой. Льется кровь, повсюду стоны, и печальный взор с небес. Слезы праведной Арконы утирает бог Велес. Черед низкая глумится, им не важно, кто здесь прав? Было б от стыда, где скрыться, свою родину продав. У обрыва бьется море, шторм бушует в этот день, омывает души в горе, вводя страженье в тень. Трупы воинов, что с обрыва в бездну черную летят, море буйное сокрыло, славы крылья шелестят. Ветер бьется над врагами, он за родину, горой, над крутыми берегами тьму уносит за собой. Мечется ни день, ни сутки, сердце храброе в боях, и в последние минутки гнев живет в богатырях. Светил дух отряда света, не борется он врагов, чувствует в веках победа, будет над его врагом. Будет время отыграться, и воздействие придет, хоть и трудно расставаться, время темное придет. Только время, то не вечно, мгла навек, не скроет свет, надо только и не сдаваться, верой приближать рассвет. Духом Свентовит воспрянет, бросит в карму тяжкий груз, по врагам мечом ударит. Вдохновленный, лирой, Бога Свентовита, слава, будет притчей в веках, вновь великая держава, будет в веках. Свентовит, наш светлый воин, чтим твой подвиг на земле, быть примером ты достоин, рода луч, кромешной мгле. Слава Архоне и предкам, которые совершили большой подвиг. Слава векам! Вечная слава! Благодарю тебя за сегодняшний наш эфир, за то, что очень много что рассказало интересного, такой объем информации вывалило на слушателей и зрителей. Низкий поклон нашим же слушателям, зрителям в очередной раз прошу вас всех, вот посылаю вам, в очередной раз вам всем посылаю такой посыл. Не равняйте вы все по себе, не равняйте вы всех по кому-то, кого узнали или увидели. Каждый человек уникален, как листик на березе или на каком-то другом дереве. Вроде все листы одинаковые, а посмотришь, нет, все разные. Нет ни одной травинки в поле, которая одинакова. Каждый живет своей жизнью, так и люди. И если кто-то вам рассказал про родных богов со своей точки зрения упрощенной, это не означает, что боги такие простые, это всего лишь его взгляд на эту тему. И если вы по кому-то создали свое представление, это еще не говорит о том, что это представление истина, это только ваш упрощенный взгляд. И не более того. И уж совсем неразумно навязывать свою точку зрения, во-первых, на то, что не ваше, по вашему, например, мировоззрению, по вашей генетике. И, во-вторых, неразумно доказывать, как надо жить тем, которые не ваши с точки зрения здравомыслия, с точки зрения генетики и многого чего другого. Это неразумно. Перестаньте заниматься глупостью. Если у вас есть какой-то взгляд на жизнь, это хорошо и прекрасно. Помогает он вам? Здорово. Давайте совместно исправлять этот мир. Давайте совместно искать точки соприкосновения для того, чтобы изменить его к лучшему. Но не через разногласия, не через доказательства того, что ваш бог там лучше или круче, а мой там круче или лучше, или вообще нет богов и так далее и тому подобного. Когда вы доказываете это, вы создаете то, с чем пытаетесь сражаться и бороться. Зачем? Но это трижды глупо. Если вы предлагаете какие-то способы взаимодействия, предлагайте их так, чтобы эти способы взаимодействия были приемлемы всем и чтобы они вели к тому, чтобы улучшить мир. Через взаимодействие, а не через раздел. А тут начинаются споры детского сада. Я вот в картинке увидел вот такой вот кружочек, а ты вот мне говоришь, вот что у тебя вот такой квадратик. Это неправильно. Воспитательный смотрит и говорит, какие вы глупые маленькие дети. Не забывайте, что есть взгляд новорожденного, взгляд того, кто ходит в детский сад, взгляд того, кто пошел в школу, взгляд того, кто школу заканчивает, взгляд того, кто уже в институте, взгляд то кончился, кто преподает в институте, тот, кто уже академик, и тот, который уже давным-давно из академиков вышел, перерос их. На каком уровне вы находитесь? И на какой уровень вы пытаетесь говорить? Смешно бывает, когда человек, находящийся на уровне детского сада, пытается рассказать кому-то там повыше, как надо жить. Но это же все примитивно. Успокойтесь, давайте совместно улучшать то, что можно улучшить. Давайте изменять мир к лучшему, но только совместно. Перестаньте вы сражаться там с кем-то, кто говорит что-то не так про богов, думает не как вы про богов, или еще что-то там. Но вы должны понять, что есть разные люди с разным мировоззрением, разным уровнем к готовности, духовности и прочего, прочего, прочего. В заключении мне остается напомнить, что сегодня у нас 15 февраля 2018 года четверг, это по одному из современных календарей, а по одному из старинных 26 день месяца в юг из Тужи 7526 лета вторник. Аркона – духовный оплот Руси. Об этом нам рассказывала сказительница Любава Живая, за что низкий поклон. Я, ведущий Народно-славянского радио Алексей Орлов, прощаюсь с вами. Напоминаю, что вы слушаете Народно-славянское радио и в заключении, после нашей отбивки, вы услышите песню «Цветаной Живой» «Гимн Свинтовиту». Всем добра. Быть добру. Увидимся и услышимся. Наш ярый садник Скачешь на коней По матушке цветой сырой землей Ты видишь судьба в жестынной игре Свет несешь небесный на заре На заре Световит, любимый Бог Ты божественный игрок Душам ты даешь урок Победим едим с дорог Защищаешь нас ответ И ведешь путем побед Светлым рукам проймись На земле ты воплоти Световит, 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 световит Твои священные и праведные речи Нас побуждают Рядом встать на сече Твой шлем листит, как солнце отзаряя На битву с нечистью навеки вдохновляя На битву с нечистью навеки вдохновляя Световит, любимый Бог Ты божественный игрок Душам ты даешь урок Победим едим с дорог Защищаешь нас ответ И ведешь путем побед Светлым духом проймись На земле ты воплотись Световит, световит, световит Световит, световит Световит Твоя уверенность Защита нам от страха Победу вероятно Спасет от страха Ведит по нашей Уберет сомненье От сила истины Подарит просветление От сила истины Подарит просветление Световит любимый Бог И божественный кровь Душам ты даешь урок Поведение генстерок Защищаешь нас за дверь И ведешь путем побед Светлым лунком в крае весь На земле истина воплотить Световитей 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 Руками в садника святого станем Бог, святовица, во бреды мы встанем Веди наш рослик в мирожей к рассвету Чтоб нам всем миром обрести победу Световица, любимый Бог, ты божественный икроп Душам ты даешь урок, победим единиц первок Защищаешь нас вновь и ведешь путем побед Светлым углом в крае весь на земле Ты воплотись Световица 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 Народная славянская радио Пора просыпаться